Когда в 1927 году Алексей Толстой завершал работу над новым романом гиперболоид инженера Гарина, он вряд ли думал о том, что когда-нибудь его назовут автором идеи лазера, предсказавшим появление новой научно-технической дисциплины в фотонике. Но в одном его предвидение оказалось стопроцентным. Гиперболоиды действительно перевернут мир. Квантовые лучи Впервые тепловые лучи, сжигающие все вокруг, описал Герберт Уэллс в романе «Война миров», опубликованном в 1898 году. Идея показалась продуктивной, гипотетические лучи начали обсуждать фантасты, журналисты и даже авторитетные ученые. Реальный же путь к созданию высокоэнергетических лучей указал Альберт Эйнштейн, в 1916 году высказавший гипотезу о существовании вынужденного излучения. Он говорил, что реально привести атомы любого объекта в возбужденное состояние, после чего он активно начинает излучать фотоны, причем в требуемом диапазоне спектра. Однако появление первых устройств, способных излучать направленный высокоэнергетический луч, пришлось подождать. Приоритет в этой области принадлежит американскому физику Теодору Майману. Майман использовал кристалл искусственного рубина, который подвергался облучению газоразрядной лампой и испускал узконаправленный световой поток. Будущее лазеров. Современный мир трудно представить без лазеров, они используются практически везде. Способность лазеров создавать энергетический поток высокой мощности позволяет применять их в промышленности, для резки, сварки, пайки, маркировки и гравировки. Поскольку луч можно сфокусировать в точку размером с микрон, он является идеальным инструментом при создании печатных плат и полупроводниковых соединений. Точная направленность луча дает возможность создавать считывающие устройства, медицинскую технику и т.д. Известны попытки построить лучевое оружие. Основы фотоники. Сравнительно недавно в прикладной науке появилось новое направление, которое способно революционным образом поменять всю современную электронную базу. Речь идет о фотонике, занимающейся фундаментальными и практическими исследованиями в области использования оптических сигналов. По сути, она является аналогом электроники, только вместо электронов используются фотоны, излучаемые лазерами. Переход с электронной на фотонную базу позволит уменьшить габариты радиолокационных станций и повысить их эффективность. Примечательно, что разработчики сразу думают о гражданском применении этой технологии. Компактные радары можно использовать в скоростных поездах и автомобилях для мгновенного обнаружения препятствий. Фотонный мир. Фотоника развивается по нескольким направлениям. Самые молодые из них – оптоинформатика и радиофотоника. Их предназначение следует из названия, они призваны заменить существующие компьютерные и сетевые технологии. Появление фотонных коммуникаций, которые заменят классические, позволяет вдвое снизить энергозатраты и, соответственно, стоимость систем накопления и хранения данных. Задача ближайшего будущего – создание фотонного компьютера, который, как считается, значительно обойдет по своей производительности системы на полупроводниках. Его соединение с высокоскоростными оптическими коммуникациями и светочувствительными поверхностями открывает путь к появлению интеллектуальных устройств принципиально нового типа – миниатюрных и мобильных, но при этом обладающих способностью к обработке некодируемой информации и самообучению. Велика вероятность, что именно из фотоники когда-нибудь родится искусственный разум. Надеемся, ролик вам понравился. Так что что-нибудь жмите, пишите и подписывайтесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, ссылочка будет в описании.